Пластическая хирургия, которая за последние десятилетия стала еще более совершенной, а оттого и популярной, в разных странах имеет свои особенности. Связано это с национальными представлениями о красоте, а также уровнем медицины в каждой конкретной стране. Также существуют и международные стандарты, которые обычно определяются в процессе обмена опыта среди врачей. Мы уже рассказывали о том, что в Челябинск приезжали итальянские пластические хирурги, а на этот раз с ответным визитом наши специалисты посетили Италию. Нас пустили в святая святых. Мы посетили операционные блоки нескольких клиник итальянских, в том числе клиник, в которых оперируют наши пластические хирурги, понаблюдали технику выполнения мамопластики, технику выполнения лифтинговых операций. Очень интересно пластические хирурги итальянские работают с веками. Если говорить об отличиях в работе, стоит отметить, что в России и Италии они существуют на неком терминологическом уровне. В частности, их пластические хирурги проводят не только хирургические операции, но и ведут прием, как наши врачи-косметологи. У них есть и доктора, которые, у них называется доктор, закончивший специализацию эстетика, то есть он эстетист. Это тот доктор, который будет выполнять все инъекционные методики, малоинвазивные методики. По сути, это наш врач-косметолог, но, естественно, он никогда не будет оперировать. С другой стороны, врачи-пластические хирурги, они могут выполнять полный спектр косметологического ухода до женщины. И мужчинам тоже. Пластические хирурги Италии делают выбор в пользу максимально естественной внешности. Работа хирурга считается идеальной в том случае, если окружающие по-прежнему вас узнают и при этом отмечают лишь вашу ухоженную внешность. Итальянские пациентки очень требовательны. Но я думаю, что российские не в требовательности. Поэтому итальянские пациентки и русские пациентки, они в чем-то схожи. Что все хотят выглядеть хорошо, все хотят соответствовать внешнюю обувь, внутреннюю. Поэтому итальянские, они стараются показать себя с лучшей стороны. Они стараются не быть на кого-то похожим, а показать себя. Поэтому почекнуть что-то свое, но не выставляя это слишком, но только почекнуть. Что касается пациентов, то в Италии, как и у нас, к эстетической медицине в молодом возрасте обращаются с целью коррекции каких-либо дефектов, а уже в более зрелом за антиэйдж услугами. Разница лишь в том, что итальянские мужчины гораздо больше наших следят за своей внешностью. Мы встречали пациентов и молодых пациенток, девушек после мамопластики в возрасте до 30 лет. И мы встречали более возрастных пациенток. Мы наблюдали пациентку 70 лет, которая наблюдается у этих пластических хирургов более 15 лет. Выполнялись и пластические операции, и поддерживающие уходовые, и малоинвазивные манипуляции. Конечно, это невозможно сказать, что это бабушка 70 лет. Это хорошая, ухоженная женщина, привлекательная внешне, излучающая определенный магнетизм. В этом смысле у них нет четкой градации по возрасту, у них есть градация по потребностям. Только лишь этими визитами сотрудничество челябинских врачей с итальянскими коллегами не ограничивается. В этом году планируется открытие нового отделения клиники Артмедика, на территории которого можно будет выполнять любые манипуляции, как у наших специалистов, так и у итальянских.